Дорогие друзья, вы задали много вопросов и сейчас я постараюсь на них ответить. Первый вопрос. Долго ли продолжится вирус? Самое главное это состояние нашего духа, это наш иммунитет, это состояние нашего тишечника, дыхания, наших мыслей, эмоций, стремлений. Если мы будем соблюдать все правила ДиДиена, если мы будем соблюдать карантин, то я считаю уже к лету вирус он в основном себя исчерпает, потому что, конечно, он питается тем, что он передается, размножается, мы питаем эту энергию, это как сущность. А для 85% людей данная форма коронавируса, она как обычный грипп. У кого нет риска заболеваний, таких патологий, как бронхиальная астма, язва желудка, онкология, сердечных, гипертонических патологий, там, конечно, риск ухудшения состояния он будет. Или такие возрастные вещи, люди, все, кому за 65, кто собой серьезно не занимался в жизни, конечно, это всегда риск. Поэтому наше дело молиться, заниматься духовной практикой и повышать свой иммунитет, чиститься, заниматься дыхательными упражнениями, физическими, питание очень важно, то есть нужно заниматься собой. Можно сказать про будущее этого вируса. На сегодняшний день, я считаю, это начало, мы справимся с первой волной и люди начнут жить обычной жизнью, у нас выработаются антитела к нему и вот эта бактериальная атака, она потом все равно волнами будет накатывать, поэтому наша задача, в первую очередь, заниматься нашим иммунитетом, собой, и мы справимся с этим. Когда выравнится ситуация в стране? Когда изменимся мы с вами? Китайцы это самая, наверное, организованная нация, несмотря на многочисленность населения, они очень оперативно организовались, они выполняли то, что говорится сверху, они соблюдали карантин, они соблюдали все правила, они за 2-3 месяца победили этот вирус. Поэтому, если мы сможем организоваться и каким-то моментом научиться у китайцев не беспечности, а организованности, дидиена, вот это наш русский дух, да, там, будь что будет, конечно, этого быть не должно. Мы должны организоваться, но мы должны показать самое лучшее свои качества духовное, научиться, наконец, дидиене, порядку, организованности. А здравоохранение наше, я считаю, на самое сильное в мире, даже несмотря на все постперестроечные, вот эти разрушительные вещи, здравоохранение, все равно наша медицина одна из самых сильных. Поэтому, я думаю, осенью уже мы будем жить нормальной жизнью, ну, даже уже где-то июль и август. Но пост, вот эти вирусные атаки, они все равно, я думаю, частично будут, но уже будет легче справиться. Поэтому все дело в наших руках, не в правительстве, не в здравоохранении, а в нас вот самых простых людях. Я считаю, что карантин обязателен, и вирус очень вирулентен, он попадает к нам воздушно-капельным путем, не просто при общении, он может даже попасть через вентиляцию. Один человек в доме заболел, если общая вентиляция, он садится прямо на частичке пыли и может попасть практически в большую часть квартир. Поэтому обязательно должны быть специальные уложнители, ингаляторы, и чтобы этот вирус уничтожать и в воздухе. Он легко попадает, если мы дотрагиваемся, допустим, до перил, он много дней может сохраняться, особенно на картонной поверхности. Поэтому самое главное – дидиена. И первое время, хотя бы две, может быть, три недели должен быть карантин, и мы должны остановить распространение, потому что огромное количество пожилых, ослабленных людей. Это город, это гиподинамия, это совершенно неспособность заниматься собой у многих людей. Поэтому группа риска – все пожилые люди, сердечники, язвенники, астматики. Поэтому нужно беречь нам самих себя. Спасибо за ваши вопросы. Все вам хорошо.